Здравствуйте, я профессор Григорий Томский, родился в Якутии, но около 30 лет живу во Франции. Я работал долгие годы экспертом высшей категории ЮНЕСКО, являюсь членом Союза писателей Франции. Предлагаю вашему вниманию сначала отрывки и заключения из моей книги для мирового зрителя, кинематографические сюжеты, подсказанные французами со своими комментариями. Положение дел в российском кино специалисты описывают в тревожном стиле. Россия производит порядка 70 картин в год, а, например, Франция 400 фильмов. Проблема российской индустрии в малой картине, считает Шахназаров, генеральный директор киноконцерна Мосфильм. По этой причине и широко обсуждаемая идея введения квот на показ отечественных фильмов в кинотеатрах просто не актуальна. Россия должна производить не меньше 300 картин в год, тогда можно говорить о киноиндустрии. А сегодня Россия – это очень слабая кинематография, а телевидение растет, это сильные отрасли. Подчеркнул Шахназаров, о большинстве участников фестиваля российского кино «Окно в Европу» читаем, отсутствует даже не выучка режиссеров, а их мысль. «Ощущение детского сада», как сказал член жюри, режиссер и оператор классик Дмитрий Долинин. На этом фоне заслужил похвал якутский фильм «Её дочь» Татьяна Эверстова, получивший гран-при игрового конкурса. Хрестоматийная драма жизни и взросления души маленького человека автобиографична, как и героиня картины. Татьяна воспитана мифами и традициями якутского народа, а также природой, всегда волшебной. Язык фильма универсален, не исключено, что мир примет феноменальный якутский кинематограф благодаря его дочери. Жюри во главе с «Принципиальным человеком» режиссером Сергеем Урсуляком отдало картине гран-при, а также спецприз с формулировкой «За чистоту и глубину авторского высказывания». За этим жестом отчаяния, придавивший фестивальный народ. Остальные фильмы конкурса оказались либо откровенно слабыми профессионально, либо излишне кровавыми. Однако, мнение о возможности принятия миром феноменального якутского кинематографа представляется оптимистичным в свете следующей информации. Время от времени в прессе начинается ликование. Наш фильм «НН» покорил Париж, Лондон, Европу, мир. Стоит получить на фестивале редкий теперь случай. Премию, как прилив патриотической радости, застит взор «Мы снова впереди планеты всей». На самом деле, даже успешнейший «Ночной дозор» по меркам мирового проката был провалом. Как рассказал вице-президент Юнифранес Жаэль Шапрон, за последние десятилетия во французском прокате были только 20 русских фильмов. Среди них «Русский ковчег», «Александра», «Возвращение», «Изгнание», «12», «Капитанская дочка». «Гадкий утенок», «Коктебель», «Все умрут», «А я останусь». При том, что Франция – лидер по числу российских фильмов на коммерческих экранах. Трудно надеяться заинтересовать международного зрителя фильмами на якутскую тему с бытовыми или мелодраматическими сюжетами. Действительно, одной из основных причин непопулярности российского кино за рубежом считается дефицит актуальности. По наблюдениям экспертов, все чаще муссируют темы – публики неинтересные или непонятные. Поэтому романы Марк Альфред Пеллерин, долго и упорно думавшего над тем, какие сюжеты о Якутии могли бы быть интересны и понятны для западной публики, представляют большой интерес. В детективном романе Пеллерина мало экзотики, почти нет этнографических описаний, почти все действующие персонажи являются современными образованными и развитыми людьми, но близкими к природе. Стремление к защите которой движет профессором Александровым и его единомышленниками. Я расскажу подробнее о писателе Марке Пеллерине в отдельном видео. Актуальность тем защиты природы и религиозной толерантности для человечества дает перспективный вектор развития для творчества кинематографистов, желающих международного признания и коммерческого успеха. При этом критерий легкости восприятия фильма должен предохранять от излишнего увлечения этнографическими деталями и показом странных для других обычаев. Поэтому тангризм лучше показывать в современной интерпретации, близкой к понятной посвященным людям естественной философии. Для этой цели написаны книга и созданы видео. Для распространения фильмов на DVD-дисках представлял интерес проект изи-построения за счет Франции постоянно действующего выставочного комплекса о Якутии с сотнями тысяч посещений в год, реализация которого была торпедирована, в частности, неграмотными действиями Министерства культуры Республики Саха, Якутия, подключившего к этому проекту параллельно с созданной нами в Якутске рабочей группой случайных людей. Кроме постоянно действующей выставки «Человек и олень», предполагалось создание отдельного выставочного зала о современной Якутии с популяризацией туристских маршрутов и рекламой фильмов, учебного зала с демонстрацией фильмов. Магазина сувенирной и другой продукции, в котором могли продаваться в год десятки тысяч фильмов на DVD. Среди сотен тысяч посетителей в год были бы десятки человек из числа профессиональных кинематографистов разных стран, писателей и сценаристов, ищущих оригинальные темы для своего творчества. Теперь этот проект не может быть реализован на прежних условиях из-за изменения политической и экономической ситуации во Франции. Поэтому так интересен близкий по идее проект «Аттила», который может быть реализован с выгодой творческими людьми и инвесторами из числа представителей степных народов и их потомков – казахов, татар, башкир, якутов и других. Международный проект «Жиптоа», в развитии которого участвовал Марк Альфред Пеллерин, создав два романа о любителях «Жиптоа». В перспективе своего развития может послужить очень эффективным способом продвижения кинематографической продукции. Приведу в заключение отрывок из видеофильма «Аттиле», в котором я рассказываю, как по просьбе французов я стал писателем и сценаристом. На выставке искусства «Жипто Парижа» перед композицией, сделанной мною по теме древних наскальных рисунков реки Лена с изображением степных всадников, остановился о задумчивости серьезный мужчина. Это был Жан-Клод Бадо, известный во Франции путешественник, коллекционер, организатор многих музеев и выставок, журналист. Оказалось, что незадолго до этого он создал со своей супругой, актрисой Кора Дельбос, кинематографическую ассоциацию «Шанс Продиксио». И вот перед моей композицией «Жипто» состоялся разговор о том, что существует много интересных тем для кинематографических проектов, связанных с историей степных народов. Я согласился стать консультантом ассоциации «Шанс Продиксио» по проекту создания исторического фильма о Батилле. Жан-Клод Бадо и Кора Дельбос хотели сами написать сценарий фильма о Батилле, но у них это не получилось. Мне пришло самому написать роман об Атилле, который был лег в основу сценария фильма. Так как я хорошо знал историю Атилла, то мне не представило трудов написать роман объемом 350 страниц на французском языке за несколько месяцев. Потом он был последовательно переведен на русский, турецкий, монгольский, якутский и английский языки. Этим романом заинтересовалась небольшая продюсерская фирма Агора Медиа, которая в октябре 2002 года подписала со мной договор о написании сценария. В настоящее время этот сценарий существует на французском, русском, казахском и английском языках. Написана также пьеса Атилла и Аеци. В результате этих творческих усилий я стал в 2006 году членом Союза писателей Франции. В 2017 году я опубликовал статью «Фильмы о Батилле», которая содержит анализ основных художественных фильмов о Батилле, созданных европейскими и американскими кинематографистами. Показано, что нет никакой необходимости искажать историческую реальность, подобно авторам этих фильмов, чтобы создавать будущие увлекательные фильмы об этом великом историческом деятеле. В статье также рассказывается о моих произведениях, в которых создан образ Атилла, соответствующий всем заслуживающим доверия, сведениям и признанным исследованиям. Эти произведения посвящены историческим тайнам, связанным с Атиллой и мотивам действий участников великих событий этого переломного времени и их удивительным судьбам и необыкновенным приключениям. Субтитры создавал DimaTorzok